на том же месте но не в тот же час сегодня у нас гостях маша но не с урал маша маша мы учились вместе когда-то на курсах гидов переводчиков я помню но я то не пошел по стезе работать да я отправился чистить толчки и заниматься прочими вещами а маша да вот про другие прекрасные ста и армитажа мы сейчас и поговорим скажи пожалуйста у тебя ну у тебя же основной язык английский и ты его даже преподаешь друзья мои хочу прерваться буквально на секунду я не учел фактор вот этого постукиваем по столу и так далее поэтому для аудиофилов будет немного жестко в ряде моментов но в дальнейшем как вы видите все будет хорошо едать и спасает я так понимаю сейчас да если вначале это было так ну ладно да между делом построить а тут а сейчас остался основной хлеб но тем не менее когда хлеб был еще и тот да у тебя основная как бы ты свою основную специализацию именно как себя как гида писала бы гид с английским языком моя специализация это работа с групповым туризмом в основном круизные группы то есть я работаю с самого начала в круизной компании то есть есть специфики как ты знаешь да есть и группы наземные есть вип-туризм есть туризм групповой по россии есть круизный туризм и в санкт-петербурге он процветает процветал круизный туризм этому подразумевают вот этих вот не очень молодых как правило американских гостей да которые покупают туры по балтике иногда не по балтике иногда сначала они едут в европу потом по балтике кто-то кругосветные путешествия совершает да и это им дает возможность в петербурге сойти без визы вплоть до 72 часов они здесь могут находиться с гидом от компании но сейчас на самом деле возраст их вот последние годы возраст в принципе молодеет то есть достаточно много но во первых это для многих туристов такого рода family reunion да то есть они слетаются куда-нибудь в точку а да и там все садятся на корабль они же как правило могут жить там в разных частях штатов да и в принципе вот раз в год они предпринимают какие-то совместные поездки вот поэтому конечно основной контингент это 60 плюс да но встречаются все чаще более молодое поколение и 40-летние попадаются периодически скажи пожалуйста вот что тебе ну понятно деньги но помимо денег что тебе дает твоя профессия у мне она дает значит самое самое прекрасное наверное это эффект неожиданности то есть каждый день когда я встаю в 6 утра как многие мои коллеги мы приезжаем форт встречается корабль и мы ну как правило мы не знаем ничего то есть нам программу раздают ну вот мы приехали нам дают программу мы смотрим куда мы отправляемся но как правило 99 процентов случаев мы отправляемся по проторенной дорожке там гараж эрмитаж пушкин петергоф обед вечерняя лодка балет обратно на корабль я хотел сказать что в принципе вы не знаете но во первых есть люди которые приезжают сюда второй третий раз кто-то четвертый раз приезжает и они например идут в эрмитаж но они не идут по вот общему маршруту они идут в бриллиантовую колдовую не идут в золотую колдовую меня недавно как раз таки прошлой осенью меня был турист который обожает россию он был мои коллеги как мы выяснили на транссибе с ней ездил он был во всех станах да там узбекистанах и так далее и он каждый год приезжает нет раз пять лет он приезжает в петербург на конференцию хирургов он какой-то известный пластический хирург и он обожает скифское золото и он первый раз у него удалось попасть ему в эрмитаж в золотую кладовую где нам попалась абсолютно очаровательная в общем-то повезло кстати абсолютно очаровательная такая живая живой сотрудник армитажа в плане того что для тех кто не в теме там все идет под перевод да там все идет под перевод и как и и очень часто бывает что надо переводить достаточно такую монотонную речь а тут нам попалась абсолютно очаровательная влюбленная в свое дело женщина которая узнав что человек приехал специально он не пойдет никуда больше не пойдет смотреть рембранда да ведь он приехал только ради скифского золота вот мы провели там наверное где-то час или даже полтора вот выясняя там завитки у каждой брошки то есть вот и у человека понимаете что он уже видел все наверное эти хирург там откуда-то из калифорнии он был везде он видел все и вот он наконец-то в эрмитаже увидел вот чашу скифского скифской работы конечно же женщина до хватало его за руки под конец экскурсии и она просто на просто его хватало его за руки на тащила его вот посмотри посмотри вот как здесь дрожат лепестки на этой диадеме это и вот это вот это было прекрасно то есть вот вот это та неожиданность о которой я говорю то есть конечно им под конец сезона это уже это уже напоминает какой-то рода день сурка но опять же ты иногда приходишь и вот срок тебя посылает не в эрмитаж а в музее этих паровозов маршавском вокзале я там была с семьей и мужик он собственно америке работает водителем паровоза не на как я долгое время не мог сказать слова семен волк и серьезно саймон дамагас и некоторые распространяется как выпендрешь я реально не помню как это понимают абсолютно все гиды когда да когда ты приходишь не хочешь в ресторане что-то заказать и не можешь официанту вспомнить как это по-русски что ты хочешь по-русски заказать да поэтому в общем тут две неожиданности скажем так первая неожиданность это те интересные места куда тебя может забросить твоя работа и вторая неожиданность это ну вот это люди это с тех пор как я наверное первый год отработала я поняла что вот вот эти вот абсолютно разные люди да то есть от ковбоев из техаса до евреев с аппарас сайда они все в общем-то до представителей америки и они когда ты с ними ну если у вас завязывается контакт но как правило завязывается то есть таких уж прямо грампи people их мало таких ну не идущих на контакт и так далее как правило контакт завязывается люди начинают делиться с тобой какими-то своими впечатлениями я всегда под конец тура у меня уже какое-то это правило я взяла себя за правило спрашивают людей что их поразило удивило в петербурге ну я никогда не спрашиваю в стране потому что понятно что петербург не может на являться представителем всей всей россии так так же как нью-йорк это не не америка большому счету и очень многие мне но они делятся впечатлениями не говорят мы вот мы ожидали совсем другого ну что они ожидали понятно кто-то ожидал что-то из серии там позднего поздних семидесятых восьмидесятых кто-то там ожидал чуть ли не агента кгб в каждой группе но как правило они все поражены да тем тем как одеты люди тем какие у нас хорошие машины ездят ну и в принципе да они они смотрели cnn сидя да в своей америки тут они приезжают в петербург и видят что ну как-то не сходятся показания то что показывал канал cnn и что происходит на самом деле здесь и это и и вот это самое самое классное то есть за два дня до учитывая что за эти два дня ты проводишь ну процентов 70 времени в музеях внутри плюс там обед плюс переезды но какие-то какими-то там перебежками тебе удается немножко вот показать вот эту вот local life иногда туристы отказываются от какого-то там десятого музея по счету за два дня им берет мы устали и ты им говоришь но вот пойдемте вот на пешеходную улочку там посидим пиво выпьем ну или просто вы там посмотрите на людей и вот это на самом деле многие говорят что это была чуть ли не самая прекрасная часть тура вот поэтому вот эффект неожиданности плюс впечатления плюс вот эти эмоции людей они у каждого разные естественно да но как правило они все равно меня радуют и питают и помогает держаться весь сезон сложно хрупким ну наши русские девушки не конечно не очень хрупкие на самом деле как но внутри то ты кремень большая группа да и всегда это большая ответственность на самом деле вот как происходит у гида преломление вот этого то есть потому что сначала ты дрожишь ты дрожишь ты думаешь господи как бы мне вот эту бабушку не потерять как бы вот этот дедушка не скопытился сука прямо здесь же вот у меня на глазах а потом это кстати бывает у меня не было да ну бывает да но это классическая история котеньки вот как на каком этапе это преодолевается то есть это же примерно как с детьми да то есть на первом дрожишь а там четвертые типа как это если ребенок есть из миски кота то это проблема но я бы сказала что это как с вождением машины то есть ты сначала не знаю там кто-то год кто-то полгода кто-то полтора дрожит просчитывает маршрут ну вот у меня так было да то есть вот как бы мне построить маршрут чтобы избежать кольца на площади восстания чтобы не было левых поворотов а а потом в какой-то момент ты понимаешь что да и черт с ним там навигатор завис поехала как помню также и с туристами до первое время первый сезон до тяжко я что-то не так скажу я тут я тут неправильно сказала этот я ударение про этого слова то я не помню как по-английски будет а да и кто-то потерялся у меня на самом деле первый год да я теряла и но по-моему не в первый год первый год меня как-то как-то это миновало а вот потом да я теряла коллеги теряли мы же работаем все ну по большому счету в связке да у нас почти одни и те же туры и да мы теряли людей люди иногда а сам самый до самый жуткий случай произошел со мной в метро когда я потеряла человека это это очень крутой корабль это сибор на какой-то семизвездочный корабль где всего там 400 человек на борту по-моему вместе с экипажем и вот выходит у них тур был тачесов эвридей лайф да то есть почувствуете местную жизнь и вот выходит бабуля деду ли бабули в шоппорт и шанель и там дедули одетые да там с иголочки и вот тур заключается в том чтобы сесть по моему мы садились на приморской доезжали до господи я помню точно что мы на технологии пересаживались выходили на сеной и да и вот мы заходим все выходим и я понимаю что одного не хватает его жена в слезах кидается мне на грудь и говорит вот мой там джон его нет он был с нам на с нами на пересадке да а это будний день да это ну то есть вот сеная площадь на ложка толкучка лучше мы выходим наверх встречаемся там со второй группой которая шла по тому же маршруту но я отдаю а нет мы продолжаем тур да то есть я еще поедела по этим вышеперечисленным станциям не нашла естественно никакого джонни вот нам сказал менеджер корабля продолжайте тур мы продолжили тур под вечер выясняется что джонни уже был в россии более того него была русская виза он просто пришел да че ты как-то мне этот тур уже поднадоел в самом начале вернусь к я на корабль то есть он вышел оказывается с нами наверх пошел взял такси уехал в порт не сказав об этом ни жене ни мне никому вот это я помню да вот это был наверное самый такой вот страшный момент потому что это был по-моему второй год но первый год работы на этом корабле он считается очень хорошим и это надо было понравится и менеджерам и всем и координаторам нет на самом деле да вот до чего это дело такое тебе почему-то обычная семья не знают среднестатистическая до семья из оклахомы который копил на эту поездку не знаю там несколько лет она может тебе оставить лучшие чаевые чем человек который путешествует на семизвездочном корабле вот это абсолютно не показатель вот но да но это было страшно это вот был тот наверное момент когда у меня сердце там сжалось я думаю господи зачем зачем вот все больше больше никогда я пару раз за ухожу преподавать да да ухожу все преподавать понятно но и про преодоление то есть когда вот это случилось ну вот так после таких вот случаев вот пара таких случаев и ты понимаешь что они теряются но они каким-то магическим образом находятся но в общем-то это не конец света то есть вот буквально парочка таких случаев но желательно конечно не подряд на каждом туре насчет того что кремень а вот мне кажется вообще не кремень уже я работала год четвертый или пятый нам с коллегой дали им на двоих огромную группу индусов ну ну не огромный хорошо 35 человек но что понимал один индус он идет как не знаю как сразу как четыре туриста да то есть а и вот после этой группы я реально думал что я не хочу больше работать гидом я я плакал у меня была истерика вот но ничего объясни потому что на самом деле очень много про индусов истории но те те кто не и да мы такой знаешь такой между собой сидим там ну ты меня понимаешь нет но почему вот айтишники же они многие работают с индусами айтишниками мне говорил один знакомый что индус айтишники они вот я водила индусов айтишников это был мой первый частный тун для американцев и когда ну в смысле для англоговорящих и когда они мне отдали деньги и я говорю чуваки тут что-то как-то вы мне лишнее дали говорит нет это тебе и вот тут я полюбил айти индусов потому что они ну реально я и так им зарядил очень хорошо а они не половину суммами нет ну во первых слушай индусы они тоже разные да как русские как и американцы я имею в виду те индусы от которых всех трясет те индусы от которых всех трясет это это кстати даже неважно они индусы индусы или они и вот эта наша группа это были врачи из лондона все они были индусы но они были в общем то есть такой достаточно высокой касты я бы сказала high quality doctors high quality да это ну язык ладно над языком ты через какое-то время ты начинаешь твое ухо адаптируется да и ты уже начинаешь понимать вот эти вот да вопросы халдипадеота вот и так далее но они они тянут энергию из тебя и они выносят ну вот как мы говорим да они выносят мозг да потому что тебя одновременно может облепить например 10 человек одна семья один хочет туда другой хочет на базар третий хочет в туалет четвертый хочет пиво вот и они говорят тебе это одновременно да при этом у тебя есть тур они купили самый ну вот там самый дорогой тур где больше всего напихано музеев да то есть они не хотят пропустить ни один музей в музеях да например юсуповский дворец если ты опаздываешь на 30 минут тебя туда не пускают вот и ты вот стоишь например где-нибудь в пробке да вот на поцелуевом мосту тебе ну несмотря на то что ходить по салону да во время движения не разрешено они каким-то образом все вокруг тебя встали да и ты держишь в руках этот ваучер юсуповский понимаешь что вот у тебя осталось 15 минут чтобы туда зайти а тебе вот эти 10 человек одновременно говорят да да там базар туалет пиво и тогда и ну вот по моему вот группы из израиля могут быть такими же я с ними не работал поэтому ничего сказать не могу но вот да индусы попадались вот это просто надо иметь крепкие нервы надо быть готовым что ты десять раз ответишь на один и тот же вопрос и в конце все равно могут быть недовольство но при этом все бывает вообще потрясающее исключение я работал тоже с парой человек из индии это было несколько семей они были абсолютно прекрасны и образованы не нанимали меня и так далее в общем бывали случаи что с тебя просили рефанд ну вот та группа индусов они уехали наверное в августе и они до декабря писали на меня жалобы да ну у нас так получилось что мы с коллегой работали но так получилось то есть все такие моменты о том что вот ребята да вот в Екатеринском дворце нельзя вот с рюкзаками вы оставляете рюкзаки в автобусе или идете сдавать но как-то приходилось мне это говорить и поэтому я для них была плохая да то есть когда почему-то с вопросом о том где где туалет там не не знаю посреди дороги подходили тоже ко мне я говорила что нет сейчас туалета в ближайшем Екатеринском дворце это тоже мне доставалась эта роль да они писали жалобы да требовали рефанд вот наверное все да а так больше не требовали больше нет больше не требовали ну вот да именно по ну там были какие-то моменты когда от компании требовали рефанд но не из-за гида а это какие-то были там не знаю без строганов был не слишком нежный например да что такое тоже может быть да то есть люди могут купить тур там очень дешево за два дня включая там экскурсии питания и вот ну их кормят обычно там туристический ну бизнес-ланч любой бизнес-ланч ресторане да и вот да они могут написать что а ланч мог бы быть и получше это всегда нас всех очень умиляет но это уже такая да были задавались вопросы какие-то которые ставили тебя в тупик или которые реально тебя поражали ты потом рассказывал за рюмкой чая ой да но это не не мне к сожалению не мне задали этот вопрос задали вопрос коллеги он работал с испанской группы и они спросили вы жили ли на территории россии драконы навсегда там-танта-танта да 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 заставки саендуга для Да, на самом деле, да, в нашей вот группе «Гиды Петербурга» там одно время была такая тема, над которой я смеялась не меньше, чем над этим башоргом в своё время, где вот вопросы, да, самые глупые вопросы туристов. Как-то нет, у меня они были, ну вот я считаю, что есть какая-то градация, да, там глупости туристических вопросов, да, но вот у меня как-то всё не превышало ну вот там вот черты какой-то, то есть нет, совсем таких глупых и смешных вот типа драконов нет, не было, то есть вот я ещё читала где-то, не помню, кто-то рассказывал про то, сколько длится беременность в России, да, это было в группе «Гиды Петербурга», я, да, то есть это, это надо туда обращаться, искать гида, которому задали этот вопрос. Я не очень как бы мониторю эту группу, особенно в последнее время. Я тебе скажу так, я иногда выхожу работать с русскими группами, да, да, я как раз хотел, я как раз хотел продолжить твою мысль, но скажи. Да, нет, я к тому, что, в общем-то, русские туристы, они иногда задают тоже не очень, скажем так, умные вопросы, поэтому я бы тут даже не стала проводить такую вот национальную черту, потому что вот, я сама иногда ловлю себя на мысли, когда где-то за границей, да, мой мозг немножко отключается, и я один раз в аэропорту пошла на контроль, знаешь, я подошла к той ленте, где люди уже выходили, то есть, ну, как-то там, в общем-то, я почему-то подошла с другого конца, я думала, что я сейчас начну выкладывать там вещи, а потом только поняла, что я делаю что-то не то, поэтому у меня мама работает много с русскими сейчас, ну, в основном со школьниками, вот, но бывает и просто взрослые группы, да, и тоже бывают такие странные вопросы. Слушай, ну да, у меня было, я, сколько же, шесть групп в Париж свозила, и вот одна группа, пять были огонь, одна была, ну, такая, не очень, там был один человек, который, конечно, там уже все просто лежали от его вопросов, потому что он говорит, а Наполеон это, что там напомни мне, что он там сделал-то, там, он к России, да, какое-то отношение имеет, я говорю, ну, я, ну, торт придумал, как бы, наполеон, вот это он, он, а, да, он кондитер был, может, он был кондитер, и вот с первым интересом ограничил. Да, и, кстати, это не зависит от возраста, то есть, вот, опять же, да, вот, мама рассказывала, что у нее бывают группы, где дети, там, 12-13 лет, они знают, да, Петра и Екатерину Северную войну, и задают, вообще, потрясающие, да, вот, вопросы, и, а бывает, что, вот, а бывает, что взрослые задают не такие вопросы. Ну, да, мне вот сегодня, я, я так помню, петербурженка напротив Лео Фонкленца этого Нового Эрмитажа просил, а вы нам про это здание расскажете что-нибудь? Я говорю, обязательно, я поэтому вас сюда привел, к этому зданию, вот, но я людей все равно за это люблю, потому что они не стесняются, ну, то есть, как бы, они не стесняются это спрашивать, и я тебе могу сказать, что вот я когда, вот, ну, я был в Будапеште два раза, и второй раз я ездил туда с пристрелом провести мне там тур или не провести, я решил, что нет, не хочу, но я поймался тоже на мысли, вот, я понял, как американцы воспринимают наши города, наша культура, потому что это какие-то памятники каким-то людям, и, судя по всему, они какие-то значимые. А ты как хрен знает, кто это, кто эти все люди, и, а самое главное, вот, вот, не знаю, ну, вот венгерская история у меня, вот, вот французская цепляет, английская цепляет, венгерская, ну, не цепляет, и тебе даже не хочется залезть в ту же самую, прости господи, в Википедию и даже что-то почитать. Поэтому, я думаю, что американцы также к нам и приезжают. Ну, ну, туризм же, да, разный, в массе своей, особенно круизники, ну, вот, они были, они были на Каримах, они были в Средиземье, хотя бы, там где драконы. Да, 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 они там тоже были, вот, они объездили всю Европу, и вот Балтика, и вот Россия, вот она, и вот они приезжают, они многие даже не знают, чего ожидать, то есть, ну, по сути, туристы, да, ну, как и все туристы, как и русские туристы, они делаются на тех, кто тщательно исследует, да, место назначения, то есть, там, что-то выписывают. У меня столько было очаровательных бабулек с такими вот блокнотиками, которые записывали, так, подожди, подожди, помедленнее, да, я записываю, кем там приходилось там Екатерина Вторая Петру Первым, то есть, они реально вот это всё фиксируют, и есть те, которые, ну, вот, они приезжают, да, они понятия не имеют, что тут долларами нельзя заплатить, они, и вот я их спрашиваю вообще, ну, читая там про музеи, куда мы пойдём, нет, мы просто забронировали вот этот вот самый дорогой тур, и вот мы решили, что так мы увидим всё, вот, и и поэтому, к чему мы это вообще, я уже забыла, я уже забыла, вот это вот, отдаешься. К маленьким гномикам, которые вылезают у нас из чрегля, мы из КГБ, мы из КГБ. У тебя, скажи, пожалуйста, а вот всё-таки разочарования у тебя были, ну, помимо, там, индусов, или вот ты понимала, что, ну, блин, всё, ну, устала, может быть, под конец, там, это же моя же шуточка была, что если вы познакомились с девушкой-гидом в конце августа, то не вздумайте её в середине сентября позвать в Эрмитаж, потому что это последнее место, где она хочет оказаться на самом деле, в середине сентября. Да, да, не раньше декабря, можно спрашивать. К декабрю, к декабрю уже там как-то отпустят уже. Можно заикнуться. Да, можно там. Можно пройти мимо Эрмитажа. Да, да, да. Да, знаешь, нет, на самом деле даже в самые такие загруженные моменты, там, когда работаешь, знаю, там, 20 дней подряд, и все уже лица сливаются водой, ты встречаешь новую группу и понимаешь, господи, на этот же человек был у меня на какой-то экскурсии, я его уже видела, но такое, кстати, часто бывает у нас в прошлом сезоне. Вышла семья, и они попали, они были здесь, по-моему, лет 7 назад, они попали к тому же гиду, а у нас там, ну, как вот, ну, жеребьевка, то есть, ну, точнее, первые 300 выходят, мы их сажаем там, вот ваш гид, да, то есть мы там тянем в жереби, кто там грузится, первый, второй, третий, и они попали к тому же гиду, который были 7 лет назад, то есть такие вещи, они реально случаются, понимаешь? Поэтому нет, у меня была усталость, но нет пока у меня мысли бросать, потому что мне это безумно интересно, на самом деле, мне безумно интересно встречать вот разных людей. Я, наверное, с какого-то момента, ну, раньше меня почему-то не интересовала в первые годы работы, когда меня спрашивали, там, что я думаю о Путине, да, меня как-то не интересовало их мнение о их президентах. Сейчас я обычно отвечаю, как вот, да, с вопросом на вопрос, да, что вы думаете про Трампа, и на самом деле они уже забывают, что они хотели знать, что я думаю про Путина, они начинают рассказывать про Трампа и их политические взгляды, и, ну, и на самом деле это очень интересно, это, потому что у многих же людей, да, есть такие какие-то, не знаю, там, фантазии, что там лучше, да, там трава зеленее, да, я чем больше слушаю, понимаю, что, да, в чем-то там намного лучше, в чем-то лучше. Ну, ты же была в Штатах. Да, да, я была в Штатах, и я была там, в принципе, как такой самостоятельный турист, я там сняла комнату в Бруклине, вот, каждый день ездила на Манхэттен на метро, да, но это, ну, все равно же я видела, ну, я же там не работала, я не стояла. Ну, и потом ты была в Нью-Йорке, а там еще куда-то ты ездила? В Бостон, ну, вот я была в... Ну, вот как тебе в Бостон, расскажи мне. В Бостоне я была там у своих туристов, кстати. Они же пригласили в Бостон, да? Да, это была, да, очень такая, я на самом деле не ожидала, но как-то мы с ними после тура, это был обычный групповой тур, и лил дождь весь первый день, и, по-моему, все большую часть времени спали под мои рассказы, вот, но, тем не менее, на второй день вышло солнце, мы как-то с ними стали общаться, обменялись контактами, да, когда я узнала, что я... То есть, когда они узнают, что я еду в Нью-Йорк, они меня пригласили, да, вот, на выходные, и они меня там везде возили, они меня встретили на станции, и мы поехали там, ну, как вот, на прогулочку по городу, поэтому у меня от Бостона, ну, я его сама ногами не ходила, да, меня там везде возили, ну, собственно, как и мы здесь, наших туристов, да, то есть, вот, такое круизное ощущение у меня от Бостона осталось, то есть, я не могу вот так четко сказать, он мне понравился или нет, да, он был миленький, была хорошая погода, мы сходили в пару art galleries, причем я туда не хотела идти, но они мне сказали, ну, Мария, тебе же, наверное, так интересно поплывать в наших картинных галереях, я говорю, мы уже там что-то, ну, заказали билеты, я говорю, ну, конечно, да, ну, нет, это безумно, на самом деле, приятно, что, то есть, вот, они у меня были четыре года назад, они меня так вот тепло приняли, да, и, ну, они, на самом деле, отличные, да, такие отличные ребят, с которыми мы совпали, так, и, да, поэтому, да, мой Бостон, он не как мой Нью-Йорк, то есть, нигде я там сама бродила. А вот в Нью-Йорке ты могла бы жить? Ой, это вот такой вопрос, на самом деле... Просто я бы, я бы нет. Честно говоря, не, наверное, могла бы где-нибудь рядом в Центральном парке. Ага, ну, конечно, да, рядом в Центральном парке. Да, неплохо, ну, вот еще... Там на 50-й линии улице... Да, в Брукленхайд, еще ничего, райончик. Значит, 8 тысяч долларов квартира в неделю, однокомнатная, просто как у нас в Хруще стоит. Ну, ну, это нормальный ответ на твой вопрос. Ты смогла бы жить в Нью-Йорке? Такой вот такой вот вопрос общий. Вот у тебя общий ответ. Понимаешь, возможно, я и в Индии бы смогла бы жить, понимаешь, если бы в какой-нибудь там части Индии, там, в поместье, несколько, там, акров... Что-нибудь опахалом еще. Да, 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 да. Вот, поэтому... Я понял. Хорошо. Вот, когда ты, ну, завершая нашу беседу, когда ты водишь туристов, у тебя меняется отношение к своей собственной стране? Или... То есть, вот за то время, пока ты водила. Вот как? Расскажи про этот гимнезис. Ты знаешь, ну, вначале я об этом не задумывалась. Вначале как-то, ну, вот я была как такой вот робот. То есть, я села за руль, и я еду. У меня есть пункт назначения. Так же было вот первый, наверное, там, год или два. Я чувствую... Я чувствую гордость всякий раз, когда туристы восклицают там сзади или там, идя рядом, ой, а у вас там светофоры отсчитывают время, сколько осталось. Ой, как у вас чисто. Ой, как, не знаю, какие, не знаю, милые официанты в этом кафе на Невско. Ну, это, кстати, не всегда случается, но бывает иногда. Или они говорят по-английски, да? Ну, реально же у нас очень много сейчас... Ну, а служащий персонал, да. Да, официантов, которые говорят по-английски. Кстати, мне несколько человек говорили, что в Москве меньше народа говорит по-английски. Ну, не знаю, правда или нет. И да, всякий раз я, честно говоря, испытывала гордость. Ну, естественно, это всё так же, как правило, нивелируется сразу же, когда ты заходишь, не знаю, там, в туалет Эрмитажа, да, там огромная очередь и кабинки. Знаешь, там есть один-один прекрасный туалет, наверное, тоже близка эта тема. Давай поговорим в завершении, раз у тебя был такой опыт. В общем, там есть один вход в Эрмитаж, он такой неприметный. Ваша имеет в виду не туалеты, а Эрмитаж, она эта, что мне близка эта тема. Это очень важная тема для гида, каждому гиду она близка. Так вот, и ты проходишь по прекрасной чистой дворцовой площади, заходишь в Эрмитаж, допустим, тебе тоже повезло, ты заходишь без очереди, они себя чувствуют в VIP, просят паузу и заходят в этот жуткий, жуткий вот этот вот туалет с раздолбанными дверьми, где замки не работают, вот, поэтому сразу чувство гордости немножко притупляется, да. Но в целом, да, вот эти моменты, вот эти жуткие очереди, этот Эрмитажный гардероб, где летом не работает половина этих, половина, да, отсеков, и ты стоишь в очереди, потому что тебе нельзя пройти в мокрые куртки, ты должен ждать, да. Да, но в целом, да, когда ты едешь по городу, когда ты рассказываешь им, что вот это всё создалось за такое малое количество лет, и они, как правило, да, все говорят, что они восхищены гордостью и любовью гида к своей стране, и, в общем, мне кажется, это прекрасно, это одно из плюсов работы, потому что это наша задача за 2-3 дня показать людям, влюбить людей, да, в город, в страну, да. На этой шикарнейшей ноте всё по науке интервью мы закончили вот здесь, да, то есть мы так вот поплавали по синусоте и закончили вот здесь, да, я просто читал мастер-классы для молодых журналистов техники взятия интервью. Значит, друзья мои, на самом деле, ну, у меня-то тоже масса знакомых, и у меня было уже куча интервью на канале с коллегами, я буду продолжать это дело делать, но если вы гид, если вам есть что рассказать, неважно, на каком языке вы водите, кого вы водите, может быть, вы драконов водите, то есть или экскурсии на драконах, мне кажется, это новая ниша, да. По местам миграции драконов. По местам миграции драконов, да. Как скифы мигрировали, может быть. Да, 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 как dragons from gulag, может быть, у вас есть такой special two. Вот, ну, вы, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием приглашу вас сюда, в дом старухи-процентщицы, где мы сейчас находимся, и мы с вами мило побеседуем. Ну, а несмотря на надпись no comment у Марии, вы, так сказать, коммент можете оставить. Ну, и на этом, собственно, всё. Тебе большое спасибо у творческих, возможно, узбеков там и окончание всей этой... Узбеков я насмотрелась на старухи-процентщицы, там я еле зашла, страшно было. У нас просто зачем-то ремонт делается, хотя на самом деле двор был, ну, не в убитом состоянии, я хрен знаю, зачем они его затеяли, хотя зимой уже приходил мужик, говорил, что здесь будет ремонт проходить, но тем не менее. Вот, комментарии туда, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok